В Архангельске прошел третий международный кинофестиваль «Арктик Оупен» – социально-культурный проект, объединяющий представителей киноиндустрии, журналистов, писателей, мастеров театра, ученых, студентов и жителей северных территорий. О том, как прошел фестиваль, расскажет Наталья Кислякова. Традиционно на открытии фестиваля ленточку не разрезают, а разбивают, тем самым символизируя открытие Арктики. На торжественную церемонию пришли организаторы, режиссеры, члены жюри, а также представители власти. Мне бы хотелось пожелать всем, чтобы мы с вами встречались не год, не два, не три, а может быть, десятилетиями. И через несколько лет мой сын, которому сейчас 12 лет, шел бы просто по улице и наткнулся на кого-то из наших гостей и сказал «Вау!» Такая величина, такая звезда, актер, режиссер, оператор, монтажер, сценарист, кто угодно. Приехал и вот так просто ходит по улицам города Архангельска. Может быть, для него это тоже станет началом чего-то. Поэтому желаю всем хорошего вечера, хороших фестивальных дней. А правительство Архангельской области всегда попершит такие инициативы. Спасибо вам большое. На фестиваль прибыли режиссеры из России, США, Канады, Исландии, Голландии, Швеции, Дании, Испании, Чехии, Турции и Австралии. В конкурсной программе демонстрировались лучшие образцы современного кинематографа стран Арктики. Всего на фестиваль было подано 3000 заявок. 58 из них прошли конкурсный отбор. Самый главный, наверное, критерий – это хорошее кино, это интересное кино, которое отвечает сегодняшним потребностям. Вот наш, нас с вами, там вообще жизни, проблемы, которые поднимают, это прежде всего это. То есть это не… ну это то, что вот этот пульс времени, мне кажется, что это самый главный критерий, чтобы в человеке отзывалось. Участники и гости фестиваля смогли познакомиться с фильмами различных жанров – от документальных до художественных – на 22 площадках города и области, а затем проверить, совпали ли их симпатии с выбором жюри. Никаких сложностей не было. Мы довольно быстро и согласованно выбрали победителей. И я думаю, что фестиваль сможет гордиться тем, что это будет вполне такой международный отбор. То есть действительно фестиваль подтвердит свой международный статус благодаря и программе, и выбору призеров. А фильмы, конечно, между собой соревновались на равных абсолютно. Здесь были разные фильмы из разных стран и фильмы, уже побеждавшие на различных премиях. Соответственно, это более или менее все фильмы одного уровня. И дебюты тоже здесь были, то есть фильмы, которые еще нигде не были. Вот мы все это отсмотрели в течение нескольких дней. Также в рамках «Арктикопен» прошли образовательная деловая культурная программа «Питчинг, медиа-летучка, семинар» для руководителей киноклубов, внеконкурсный показ фильмов и многое другое. То есть вот стараемся быть, идти не только даже в ногу с современностью, а немножечко чуть вперед. И может быть для Архангельской области это где-то новое, где-то не очень понятное. Но я думаю, что лиха беда начала, конечно, нам бы хотелось, чтобы именно НАУ, Наринмар побыстрее поняли, что это такое. И уже так тоже были нашими союзниками, единомышленниками. Думаю, что мы сделаем проект такой большой, это не просто фестиваль, он идет 10 месяцев. После фестиваля мы начинаем 4 месяца, такой у нас киномарафон. Фильмы, которые шли на кинофестивале, короткометражные, документальные, мы отдаем в область. И с удовольствием отдадим ваш большой дворец культуры. Поэтому можно будет там тоже посмотреть документальные, короткометражные фильмы. Добавлю, третий международный кинофестиваль «Арктикопен» стал победителем первого конкурса 2019 года на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также поддержан Министерством культуры Архангельской области. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.